В Армавире проживают представители более ста национальностей. Они объединены в национальные общины, которые работают в тесной взаимосвязи с администрацией города. Благодаря взаимодействию властей и жителей налажена дружба между народами, сохраняется культура и родной язык. Один из примеров – тематический показ нового фильма на адыгейском языке, участниками которого стали члены общины Адыгэхасы. Один из зрителей, Нурбий Куров, признался, что получил массу удовольствие от прикосновения к истории своего народа. Учитывая, что этот год Владимир Владимирович Путина был признан годом сохранения нематериального наследия народов Российской Федерации, то этот фильм является такой изюминкой кинопроката. Язык – это ключ. Если языком не пользоваться, то язык отмирает. А так как есть фильмы, книги, в данном случае это фильм на адыгейском языке, он позволяет сохранить культуру, сохранить адыгейский язык и передавать его дальше. Фильм называется «Князь Марух. Дорога мужества». Он описывает события XIX века и посвящен судьбе натухайского князя Маруха. Режиссер и сценарист Хусейн Дауров рассказал, что в основу картины лег уникальный материал, на собрание которого ушли долгие годы. С шестого класса занимаюсь историей, просто я увлекаюсь. И вот здесь материал, который собран, который мы здесь показываем, он весь не изданный, не печатанный, а семейные истории, легенды, традиции. Вот в таком плане все, что я собрал. Фильм создан группой энтузиастов, целью которых была не выручка от проката, а сохранение истории и культуры народа. Персонажи не случайно говорят на родном языке. Режиссер считает, что благодаря этому зритель полностью погружается в атмосферу XIX века и может лучше понять, как жили его предки. Также это имеет огромное значение для сохранения адыгейского языка. Здесь можно услышать 5-6 диалектов, которые ныне существуют, но есть диалекты, которые уже на грани исчезновения. Это вот как абадзекский диалект и главные герои натухайский князь, и натухайский диалект, их единицы уже остались, по сути. Нас не будет, эти диалекты могут исчезнуть, но кино останется. В Армавире организаторами показа стали члены общины Адыг-Хасы. Они уверены, что это поможет возродить у молодежи интерес к изучению родного языка. Показ фильма приурочен к юбилеям образования Краснодарского края, Адыгеи, Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала 360 Армавир.